Октябрьская библиотека имени Николая Кузьмича Женакова представляет Обзор основных литературных произведений Александра Дюма Отца 220-летию со дня рождения посвящается Александр Дюма – выдающийся французский писатель, драматург и журналист Один из самых читаемых французских писателей Поскольку сын Дюма также носил имя Александр и тоже был писателем Для предотвращения путаницы, для упоминания Дюма-старшего часто добавляют уточнение – отец Практически в каждой библиотеке России вы найдете собрание сочинений этого достопрочтенного писателя В большинстве из них вы увидите вступительное слово или послесловие литератора Всю жизнь занимавшегося изучением творчества Александра Дюма-старшего Это Михаил Соломонович Трескунов Его перерыв принадлежат различные статьи, очерки об Александре Дюма-отце Сейчас я листаю томник, первый том 12-томного собрания сочинения Александра Дюма Одно из самых значимых произведений Александра Дюма-отца является пакетический роман «Граф Монте-Кристо» Можно сказать, что именно с этого произведения начинает свое знакомство еще юный читатель, учащийся в школе, с творчеством Александра Дюма Это произведение, рассказывающее о совсем нелегкой жизни Эдмана Дантеса Который смог пройти путь от простого моряка до знатного пельможи Мало кто знает тот факт, что Монте-Кристо – это невыдуманное название произведения Александра Дюма Александр Дюма-отец очень много путешествовал И вот однажды, совершая путешествие по Италии, он, как зачарованный, увидел величественный утес Монте-Кристо Что переводится как «гора Христа» И вот именно такое название уже через дефис он дал своему будущему одному из самых значимых в его творчестве произведений Я прочту вам заметку одного из литераторов, который занимался изучением романа «Граф Монте-Кристо» Итак, для того, кто знает французскую историю, совершенно понятно, что такое 27 февраля 1815 года Через два дня переменится вся жизнь Франции Потому что 1 марта Наполеон, который после поражения 1814 года жил на Эльбе Снова высадится на французском берегу И дальше начнется его 100 дней Именно такой период он еще продержится у власти Поэтому для французов 27 февраля 1815 года это все равно, что для нас, русских людей, прочитать в романе Что, к примеру, какие-то герои поженились 20 июня 1941 года Или ребенок родился в этот день То есть за два дня до начала Великой Отечественной войны Понятно, что эта дата не нейтральная И вот, что пишет исследователь дальше Каково же было мое удивление, когда я посмотрела во французский текст И увидела, что там не сильно, конечно, но отличается дата Не 27 февраля, а 24 Я решила, что, может быть, какие-то варианты Что Дюма написал сначала одну дату, потом другую Нет, вариантов не было У Дюма всегда 24 февраля А у наших переводчиков всегда 27 февраля Как это произошло, отдельная история Я не все еще раскрутила Но все-таки интересно Что первую же фразу романа мы с 1946 года То есть именно в этом году, в 1946 году Вышел на русском языке Первый русскоязычный перевод графа Монте-Кристо И вот с 1946 года Русский человек всегда читает неправильно Не 24 февраля, а 27 февраля Интересный факт размышлений Роман граф Монте-Кристо Навсегда останется одним из самых читаемых романов И это прекрасно Полюбившийся читателем роман Александра Дюмаца Это трилогия о трех мушкетерах Его главный герой Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис Это реальные люди, когда-то жившие в Париже И есть у Александра Дюма и такие вещи Которые многие люди читали как отдельное произведение Не по порядку Есть у него трилогия о Генрихе Наварском Первый том это Королева Маргула Второй том графини Демонсора И третья часть это роман 45 Все они выдержаны в таком стиле В историческом Прекрасно описаны До мельчайших подробностей герои Изобилуют очень многими фактами Подлинными Ну конечно это художественное произведение Александр Дюма мог себе позволить Высказать свое мнение Дописать какие-то вещи самим То есть придумать Но все равно эти романы Королева Марго Графини Демонсора И в 45 Читаются на одном дыхании Если вы по какой-либо причине Еще не читали эти замечательные произведения Настоятельно рекомендую с ними познакомиться А кто же такой Генрих Наварский? А это король Франции Это основатель Французской королевской династии Бурбонов А кто такая королева Марго? Это его первая жена Маргарита Французская У Генриха Была потом еще одна жена Тоже значимая фигура В мировой истории Это Мария Медичи Перечислю вам Его произведения Разбитые по циклам Мы уже посмотрели с вами Трилогию о мушкетерах Трилогию о Генрихе Наварском Еще у него есть цикл под названием Время Регенства Туда входят два произведения Шевальеды Арменталь и Дочь Регента Еще у него есть цикл записки врача Ну, в некоторых изданиях переводится по-разному Могут быть там что-то врачебные записи Туда входят пять произведений Шевальеды Мезон Жуж Жозеф Бальзама Ожерелье Королевы Анжи Пету И графиня де Шарни Еще одна трилогия Это Шестнадцатый век Туда входят Асканио Две Дианы И предсказания Цикл Соратники Иегу Первая часть Соратники Иегу Вторая часть Белые и синие И третья часть Это Шевальеды Сент-Эрмин Еще одна трилогия Под названием Революция Это волонтер Девяносто второго года Волчица из Машкуля И Красная Роза В цикл, который можно назвать Наполеоновская эра Входит такое произведение Как Капитан Ришар Диалогия под названием Царствование Филиппа Шестого и Эдуарда Третьего Английского Это графиня Салисбюри И Эдуард Третий Роман о неополитанской революции Это Луиза Сан-Фелича В Савойский дом В Савойский дом входят четыре произведения Паш герцога Савойского Царица сладострастия Две королевы И Виктор Амадей Третий Еще у него есть такие циклы Как Парижские макикяне Исаак Лакидем Серде Жиак Робин Гуд О Робин Гуде писали многие писатели Ну и у Александра Дюма Тоже есть два произведения Посвященные Робин Гуду Александр Дюма Отец был очень образованным человеком И конечно же он был Очень значимым во Франции У него был свой журнал Под названием Мушкетеры И в этот журнал Он включал Свои любимые произведения Других писателей А также отрывки Из своих произведений И вот в русской литературе Ему особенно нравилось Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова И его произведение Герои нашего времени Также было опубликовано Во французском журнале Мушкетер Основателем которого был Александр Дюма Отец В 1858-59 годах Александр Дюма Отец Совершил поездку И в нашу страну Путешествовал в Россию Посетил Петербург Достопричательности Карелии Остров Валаам Город Углич Конечно же он был и в Москве Было в Астрахани О своем путешествии в Россию Дюма написал книгу Путевые впечатления Дюма активно участвовал в борьбе За объединение Италии И конечно же Когда В некоторых периодах Франция Теряла свое преимущество Он очень сильно переживал И воспринимал это Как свое личное горе Умер Александр Дюма В 68 лет Когда нашли его завещание Там было написано Желая быть похороненным На прорезном кладбище Городка Вильер Катаре То есть В городе Его детство В том городе Где он родился Ну первоначально Потому что шла война Он был похоронен В другом городе А после окончания войны Сын перевез Отца В этот город И похоронил его Рядом С родителями Его Но в 22-м году Прах Дюма Был перенесен В парижский пантеон И Могила И ныне могила Александра Дюма Находится именно там Произведения Александра Дюма Читают Во всем мире Это Мировой писатель Его знают В всех уголках Нашей земле По его Произведения Ставят Спектакли Снимают Фильмы Снимают Сериалы И Конечно же Каждый год Выходят Новые Переиздания Его Произведений Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...